Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы с вами на библейском портале экзегет. Меня зовут Добыкин Дмитрий Георгиевич. И мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона». Мы уже почитали 14 глав, сегодня 15-я. Я, как обычно, читаю какой-то отрывок из главы, а потом его объясняю. «Но ты, Бог наш, благо истинный, долготерпелив и управляешь всем милостиво. Если мы согрешаем, мы твои, признающие власть твою. Но мы не будем грешить, зная, что мы призваны твоими. Знать тебя есть полная праведность, и признавать власть твою – корень бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, небесплодный труд художников, изображения, испещренные различными красками, взгляд на которых возбуждают безумных похотений и вожделений к бездушному виду мертвого образа, и делающие, и похотствующие, и честующие суть любителей зла, достойную таких надежд». В предыдущей главе автор говорит о безумии идолов, о ничтожности идолов, ну и понятно, что имеется в виду ничтожность языческих богов. А в начале 15 главы «Но» противопоставляет истинного бога, который благ и истинен. Слово «истина» в Священном Писании обозначает не то, что Бог правдив, а то, что Бог верен. Он верен, долготерпелив, и он управляет вселенной, но управляет он милостиво. Дальше автор говорит о том, что если евреи, избранный народ согрешит, мы все равно твои. Но вот если бы автор поставил на эту точку, можно было бы понять так, ну, евреям все прощается. Однако он тут же делает запятую и говорит, но мы не будем грешить, потому что, зная, что призваны тобою, когда человек осознает, что он избран Богом, что Бог его призвал в свое царство, что он вывел из тьмы к свету, то он понимает, сколько он много получил. И понимает, что если он изменит свою жизнь и начнет жить грешно, то он это все потеряет. И поэтому его это останавливает от греха. Далее автор говорит о том, что признавать Бога и признавать его власть есть абсолютная праведность и корень бессмертия. Чтобы называться праведным, нужно исполнять волю Божию. Это не то, чтобы быть хорошим в глазах других людей. Это вот исполнять волю Божию. Почему? Потому что исполнение воли Божией дает бессмертие, вечную жизнь. Ну и дальше автор говорит о том, что нас, то есть избранный народ, не соблазнят идолы, которые он там описывает. Изображения раскрашены. Действительно, мы привыкли, что изображения статуи, они такие либо белые, либо черные, то есть цвет камня. Но в древности их раскрашивали. И они так, конечно, были еще более привлекательные. И автор говорит, что те люди, которые смотрят на идолов, то они испытывают похотение, вожделение. В данном случае здесь имеется в виду не плотские грехи, а духовные грехи. Люди испытывают духовную похоть, духовное вожделение, потому что они думают, что если они обратятся к идолам, то они получат ответ. Нет, но на самом деле это мертвецы, бездушный образ. И те люди, которые поклоняются идолам, есть любители зла, потому что они не творят волю Божия. Хорошо, читаем дальше. Горшечник мед мягкую землю, забота лепит всякий сосуд в нашу. Из одной из той же глины выделывают сосуды, потребные и для чистых дел, и для нечистых. Все одинаково. Но какое каждое из них употребление? Судья тот же горшечник. И суетный труженик из той же глины лепит суетного бога, тогда как сам недавно родился из земли, и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка, но он соревнует художником золотых и серебряных изделий, и подражает медникам, и внемлет себя в славу, что делает мерзости. Сердце его пепел, и надежда на ничтожнее земли, и жизнь его презрения грязи, ибо он не познал сотворившего его, и вдунувшего в него деятельную душу, и вдохнувшего в него дух жизни. Он считает жизнь, нашу забаву, и житие прибыльной торговлю, ибо говорят, что должно же откуда-то извлекать прибыль, хотя бы и из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния. В предыдущих главах автор говорит о том, что идолов делают из дерева, и он описывает того человека, который вырезает эти идолов. Здесь он берет другого ремесленника, это горшечника. Почему такой выбор? Ну, скажем так, горшечник постоянно возится в земле, горшечник в грязи, ну, как бы вот, ну, все-таки такое восприятие несколько, ну, принижающее человека. Плюс еще, не надо забывать, что так как посуда-то была в основном глиняная, то нужно было ее много, и, соответственно, горшечников было тоже много, и поэтому из-за того, что их было много, их труд не очень сильно ценился. Итак, вот горшечник делает из мягкой земли, ну, имеется в виду из глины, разные кувшины, разные сосуды, одни потребные для чистых дел, другие для нечистых. Ну, вот фразы нечистые, это, скорее всего, то, что называется ночной горшок. Вот, и это все делается из одной и той же глины. Кто выбирает, что из чего сделать? Что сделать из вот этой глины? Сам горшечник. Вот, и дальше говорится, что этот горшечник берет эту глину и из этой глины лепит суетного бога, и он сам является суетным. Почему суетное? Слово «суета» в Священном Писании означает «бессмысленное дело». Вот этот бог бессмысленный, то есть имеется в виду вот идол его. Почему бессмысленный? Ну, это молиться просто кучки глины. Ну, и, соответственно, человек, который это делает, то есть он делает бессмысленное дело. Ну, сам он бессмысленен. Потому что очень скоро он умрет, он взят из земли, в землю вернется. Это, конечно же, отсылка к окончанию третьей главы книги «Бытие», где рассказывается о том наказании, которое получил Адам после грехопадения. Вот, он отправится. Но вот что интересно, если в книге «Бытие» говорится, человек умрет и как бы все, то здесь говорится о том, что с этого человека еще и спросится за то, что он делал. Дальше он как бы возвращается снова к этому горшечнику и говорит о том, что вместо того, чтобы много работать и зарабатывать на пропитание, вместо того, чтобы помнить, что человеческая жизнь очень короткая, он соревнуется с теми мастерами, которые делают очень искусственные вещи. И что он делает? Он делает идолов. Здесь можно понять, как то, что вот есть художники золотые, серебряные, там медные, которые тоже делают золотых, серебряных идолов или медных. И, а можно понять, конечно, просто, как людей, которые делают украшения. Если принять первое толкование, то там смысл такой, что вот есть мастера, которые делают золотые и серебряные идолы. Ну, это идолы, но они хотя бы золотые и серебряные, хотя бы они что-то стоят. То, что делает горшечник, это просто-напросто кусок глины. И он, однако, делает вот такие вещи. Если же второе толкование, что это просто красивые украшения, на которые все люди смотрят или пользуются этими украшениями, или там пользуются этими вещами, то можно так понять. А этот горшечник что-то делает, и думает, что он делает что-то полезное. На самом деле это все бесполезно. Дальше автор говорит о том, что человек это просто прах, он пепел, он рассыпается. И более того, тот человек, который поступает так, он такой же человек, как и другие. Но на самом деле уничтожение грязи. Почему? Потому что он делает идолов, которым поклоняются люди, и тем самым они отступают от истинного бога. Он не познает сотворившего его, который вдунул в него деятельную душу. Деятельная душа. Ну, можно понять, конечно, так, как мы понимаем, какая-то субстанция разумная, которая есть в нас, которая оживотворяет тело, которая продолжит существование после смерти тела. Но в данном случае можно понимать просто то, что вот Бог вложил в человека возможность и желание трудиться. Вот эта вот деятельность. Когда Бог создал человека, одно из его повелений было возделывать ради. То есть, это желание, возможность трудиться. И вот здесь как бы Бог вложил в человека возможность трудиться. Вдохнул в него дыхание жизни. То есть, человек ожил. На что это должно быть направлено? На прославление Бога. Ну, и даже, как в тексте сказано, просто работать. Ну, вместо этого он, этот горшечник, стал делать идолов. Они, то есть, язычники и те люди, которые делают идолов, считают жизнь нашей забавой. Ну, в данном случае это нужно вспомнить, во-первых, первые главы этой книги или, например, книгу Эклезиаста. Для чего человек живет? Для того, чтобы получать удовольствие. Причем, возможно, и даже греховные удовольствия. Ну, и вот, поэтому наша жизнь это просто такая вот, такое должно быть развлечение. Для чего человек еще живет? Для того, чтобы получить деньги, заработать деньги. И поэтому нужно делать все, чтобы у человека были деньги. Даже если придется делать что-то плохое, делать какое-то зло, а сотворение идолов это бесспорное зло. и последнее, о чем говорит автор, вообще-то, на самом деле, вот тот человек, который делает идолов, он знает, что он делает неправильно. Почему? Потому что он понимает, что это просто кусок глины. На самом деле, это не имеет никакого отношения ни к истинному богу, да даже к тому богу, который есть для язычников. Я напоминаю, почему автор об этом говорит, что это просто безумие. Не надо представлять языческие идолы такими лже-иконами или иконами лже-бога. Нет, для язычников идол это вместилище бога. И, соответственно, когда человек делал идола, то он представлял о том, что в этого идола вселится бог. И, соответственно, прикосновение к идолу это прикосновение к богу. те люди, которые это делали, делали этих идолов, они могли бы прекрасно понимать, что они слепили, сами слепили, или вырезали, как в предыдущих главах. И это, конечно же, не бог. Давайте дочитаем главу. Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев враги народа этого угнетающего, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слыша, ни перстов рук для осязания, и которых ноги не годы для дохождения. Хотя человек сделал их и заимствовал дух, и заимствующий дух образовал их, но никакой человек не может образовать богов, как он сам. Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвые, поэтому он превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те никогда. Притом они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать себя, но лишены и одобрения Божия, и благословения его. Сначала автор говорит о конкретных язычниках. Это те язычники, которые угнетают избранный народ. Если книга «При мудрости Соломона» была написана где-то в 150-х годах до Рождества Христова, о чем я когда рассказывал в введении, то кто те язычники, которые угнетают избранный народ? Это египтяне, потому что книга, скорее всего, написана в Александрии. Это египтяне, и греки, которые живут в Египте. Почему автор считает их там неразумными из всех и беднее умом самых младенцев? Потому что эти люди знают, потому что они рядом с евреями живут. В кого верят евреи, во что они верят, к чему их Бог призывает, в каких отношениях евреи и их Бог. И вот они понимая это, они продолжают угнетать Божий народ. Разве они не безумцы? Почему так происходит? Потому что они почитают просто бездушных идолов. у них есть глаза, но они не видят, есть уши, они не слышат, есть ноздри, но в них не входит воздух. Тут очень интересное сравнение, потому что то, что автор говорит у них там нет, есть глаза, но они не видят, это то, что звучит и в других книгах Ветхого Завета. Но вот этот очень интересный образ ноздри обычно говорят ноздри для того, чтобы нюхать. И у идолов есть ноздри, но они не нюхают, а здесь ноздри для того, чтобы дышать. Такое интересное сравнение. У них есть руки, но они не осязают, ноги, но они не ходят. Следующая там очень интересная мысль. Значит, этих идолов создал человек и назвал этих идолов богами. Но на самом деле это, конечно, не боги, но вот такая мысль. А кто больше, идол или человек? И получается, что все-таки человек больше, потому что он создал идола, который никогда не жил, а человек живой, он жил, потому что идол мертвый. Там такая интересная мысль, то есть кто больше, творение или творец? Ну, как бы понятно, что творец. Для идола творцом является человек. Значит, человек больше, чем идол. А идол называется богом. Конечно, такого быть не может. Поэтому он говорит, поэтому он человек превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те не когда. Ну, и еще один аргумент против идолопоклонства это почитание или такая форма идолов самих. если мы обратимся к египетской культуре, то богов часто изображали либо в виде животных, либо в виде человека, но с головой какого-то животного. и один такой аргумент, который выдвигается, он говорит, ну, хорошо, ладно, там, ну, есть идол, но он как-то красивый. На него посмотреть-то можно, хотя они считают, что лучше не смотреть, потому что он вызывает какие-то духовные похоти, но более того, они даже идолов делают безобразных, потому что эти головы либо животные, которые прилепляют к этим идолам, они сами по себе отвратительны. Лягушка, змея, шакал, все такое неприятное. Понятно, что любое животное является творением Божьим, но и оно хорошо, но все-таки какие-то животные у нас вызывают приятные чувства, которые мы посмотрели, нам приятно. Когда мы видим скорпиона или змею или паука, обычно мы испытываем такое отторжение, нам это животное неприятно. Однако именно эти животные для идолопоклонников являются святыми. Вот, мы с вами прочитали 15 главу, мы были с вами на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Дмитрий Георгиевич Дмитрий Георгиевич Дмитрий Георгиевич Дмитрий Георгиевич Дмитрий Георгиевич Дмитрий Георгиевич Дмитрий Георгиевич